Патриаршие пруды в период Большого передела, один из самых уютных уголков Москвы, начали перекраивать на новый лад. В тихих переулках идет расчистка подстройплощадки, где-то уже и строительство в разгаре. Местные жители попытались было поднять голос против уничтожения сложившейся застройки. Ответ был простым. Документы в порядке и строительство нужно закончить. Продолжит Аркадий Цирольников. Когда привычную тишину Малого Казихинского переулка в очередной раз нарушает грохот строительной техники, местным сторожилам не помогают уже ни Валидол, ни Валерьянка. Последней надеждой был Роспотребнадзор, но прибывшие инспекторы с шумомером зафиксировали лишь какой-то тихий шорох. Дело в том, что основная машина в этот момент не работала. Механизм был заглушен по неизвестным нам причинам. И поэтому децибелы, которые были в протоколе отражены, мы считаем, не соответствуют действительности. Шум пройдет, отрезнувшие стены и подмытые фундаменты соседних домов останутся. Под этими кварталами течет подземная река, кругом бьют ключи. Из-за этого здесь никогда прежде не строили глубоких подвалов, старались максимально облегчить перекрытие. А теперь строители огромного железобетонного новостроя углубляются под землю на целых 10 метров. Известная актриса Татьяна Догилева вот уже четверть века живет возле патриарших. Я спросила нашего инженера, который заслуженный строитель Москвы, грозит ли что-нибудь нашему дому. Он мне сказал, нет, наш дом хорошо стоит, но этим всем конец, он сказал, и им конец. А он говорит, это конец просто. А недавно я его спросила, а наш-то дом? Он говорит, да ты знаешь, что и наш потихонечку подседает. То есть это варварская стройка. Опасений жителей патриарших застройщик не разделяет, зато их подкрепляет предыдущий опыт. Вот последний отголосок московского латинского квартала. Здесь до революции селились студенты МГУ, чтобы пешком ходить в главное здание на Моховую. Теперь на допустевшем аварийным домом нависает махина новой многоэтажки, построенной на месте Палашовского рынка. А это здание позапрошлого века, иначе как дом-маячок никто уже и не называет. Имеются в виду маркеры для отметки трещин на стенах. Трещины появились одновременно с болотом в подвалах и все с той же бетонной громадой по соседству. Сколько сюда влита бетона уже просто неизвестно. В доме все время в подвалах стоит вода и совсем недавно треснула арка. То есть вот еще 1 сентября мы с ребенком проходили через нее. Потом арку закрыли, поскольку дому угрожало полное затопление, и пошли трещины через арку. Сейчас арка закрыта, и там ведутся укрепительные работы. Исторические здания возле Патриарших оказались никому не нужны. Памятник федерального значения, старинная усадьба Сытина, пережила пожар 1812 года, а теперь ветшает с катастрофической скоростью. Весной этого года это здание было отдано земельному банку, соседнему зданию. И земельный банк должен отреставрировать. Но никаких работ они не ведут. И мы можем говорить о том, что это здание разрушается. Точно так же разрушается и усадьба Салтыковой, выходящая фасадом на Новопушкинский сквер. Служебные постройки давно снесены, а главное здание, в котором прежде находилась хорошо известная москвичам Некрасовская библиотека, стоит в десятый год без отопления и коммуникаций. Статус памятника не позволяет просто снести дом, но позволяет довести его до аварийного состояния. Убраны здания, которые входили в состав усадьбы, но юридически не являлись памятниками. Оставлен памятник, который, что называется, убивается. Медленно убивается год от года. Но явно все-таки есть подозрение, что это происходит не просто так. Создается впечатление, что сами по себе исторические кварталы в центре, в отличие от земли под ними, никакой ценности для города не представляют. В том же Малом Казихинском стройку решено продолжать, потому что заморозить ее сейчас посчитали опаснее, чем довести до конца. На этой стадии, конечно, ни в коей мере нельзя остановить строительство. Наоборот, его надо вести интенсивнее и быстрее заканчивать. Правда, есть оговорка. Стройка в дальнейшем может быть закрыта, если застройщик не обеспечит сохранности близлежащих строений. Часть жителей считает это победой и готовится предъявлять экспертам свои пострадавшие квартиры. Другие понимают, что эти эксперты могут оказаться столь же объективными, как и те, что недавно измеряли уровень шума на стройплощадке. Аркадий Цирульников, Рубен Миробов. Вести. Москва.